Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю умножаться во всякой благости, праведности и познании истины Господа и Бога нашего Иисуса Христа, сущего над всем и неизменного в своих мыслях, словах, делах и воле своей, благого Бога любовь, ибо воля Его одна, всегда одинаково, одинаково благая, хоть и много раз говорим об этом, мы неизменны, чтобы все мы были счастливы, ибо Бог есть любовь. Давайте помолимся, и я кое-что поговорю. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, Который здесь, сейчас посреди нас, и вчера был, и сегодня, и завтра будешь, ибо Ты обещал, а Твое обетование всегда верным, благослови, пожалуйста, эту трансляцию, уста говорящего, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И да прославишься Ты в последнее время, пришедший Господь и Бог наш воплоти, благотворящий всем во плоти, даже до отдания жизни своей, для спасения всех верующих в Тебя, на страшную, жертвенную, крестную смерть. Спасибо Тебе за эту жертву, спасибо Тебе за эту любовь. И да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, славу и величие, ну а главное, божество Твое, воскресение Твое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо жизнь в самом себе имеешь только Ты, Господь мой и Бог наш. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь живой, Бог всегда посередине нас. Помните, молитва это не какие-то заклинания или мантры, молитва это беседа с Богом. Он сейчас здесь. Он вознесся только для того, чтобы явить нам в очередной раз свою любовь, которая в даре свободы человеку. Мы сейчас здесь живем, как хотим. Ну что, сегодня тема, вот ролик «Бог есть любовь». Вы посмотрели, я думаю, который я записал, послушали про вечные муки, и вот еще такой вопрос скорби, страдания, не знаю, слова там, чем они отличаются. Хотя Павел и говорит, что в мире много-много слов, и нет ни одного беззначения, да. Ну, как мы очень часто сами поражаемся, что половина слов уже не имеет никакого значения, либо имеет синонимичное значение. Ну, вот скорби, страдания. Конечно же, я прежде всего буду говорить, ну, во-первых, наверное, скажу такую ремарку, что я ни на какую истину, особенно в этом вопросе, вообще не претендую, потому что, ну, христианин не вчерашнего дня, все-таки 7 лет как покаялся, жил, изучал этот вопрос, сам опытом проходил. По большей части, ну, немножко теории поговорю, а потом, конечно, все-таки практикой, чисто своим опытом поделюсь, может быть, он кому-то просто поможет, что-то кто-то сможет для себя из этого вынести. Потому что теория в этом вопросе, да, в общем-то, как и в любом большинстве, это тоже, знаете, празднословие просто. Можно сколько угодно рассуждать, пока сам не вкусишь, все это будут просто пустые слова. Вот, поэтому, конечно же, ни на какую истину, особенно в этом вопросе, ну, вы, кто занимался этим, кто сам проходит жизнь деятельно, а мы в любом случае живем, тот знает, что этот вопрос один из труднейших. Вот, ну, и давайте к конкретике. Ну, во-первых, конечно же, рассматриваем мы через всю призму Божьего откровения. Оно в чем? Иисус Христос – это Бог, имя которому любовь, или которой есть любовь. И мы люди, мы его образ и подобие. А значит, у нас все есть потребное для того, чтобы стать богами, стать святыми, как Он свят, стать совершенными, как Он совершен. Все, к чему Он нас призывал – стать абсолютной любовью. То есть у нас образ есть, все для того, то есть потребное для жизни, веселья у нас все есть, и для благочестия, для святости, для праведности, для познания Господа. Это вот раз, это то, что суть учения. Вы сами прекрасно знаете, что Господь явился даже во плоти на землю, и все, что Он нам открыл про Себя, это что Он, Иисус Христос, есть Бог, и что есть любовь. Всеми своими делами, кто и всеми своими словами, кто внимательно читает Евангелие, говорится только об этом. Ничего больше. Господь никакой культ на землю не принес, никакой культ не заповедовал Старой. Господь, то есть, сам не порабощал свещественное начало мира, и никого не просил порабощать, и своим апостолам этого не заповедовал и всем нам в их лице. То же самое делали апостолы. Ну, истинные апостолы, они лжи, учителя, пророки. Братья и прочее, да. Никакого культа по-хорошему не должны были, конечно, строить, хотя понятно, что уже строили. Это очень важно понять, что суть учения очень проста. Иисус Христос – это Бог, есть любовь. Всеми своими благодеяниями, так как Он все творил силой Божией, Он показывал, что Он Бог. И всеми теми благие дела, вы, читая Евангелие, знаете, на что они направлены. Только на счастье человека. Господь питал хлебом, поил вино, исцелял, учил и защищал. Вот образ Отца Небесного, образ родителя, образ мамы и папы. Потому что и питание, Он и был и добрым, и ласковым. Мы это все тоже видим все равно в Евангелии. Вот. Поэтому все Его благодеяние, даже воскресенье, вознесение, мы видим, как воскресеньем Он показал свое божество, явив, и бы жизнь в самом себе никто не имеет, кроме Бога. И своим вознесением оставил нам тот дар, данный еще Адаму – свободу. Свободу избирать добро и зло. Ему не нужна любовь цепная, любовь палочная. Нет. Бог Сам – абсолютная свобода, абсолютная любовь. И от нас Он требует. Он не заворачивал, как сейчас это делают, грехи в обертке, лишь бы сейчас завернуть, а там, а там типа этого не будет. Нет. Когда к нему приходила блудница, омывала ноги, ему, он не говорил, иди, оденься, или ладно, прощаются те грехи, так иди, платочек там, помойся, все сделай, чтобы все это было. Нет. Говорит, иди, прощаются те грехи твои. Человек, очистившийся, исправившийся, он сам изменит свой образ жизни. Господь никогда не заворачивал грешников ни в какие фантики. Это надо тоже помнить. Ну, ладно, это уже отступление. Ну, и то, что мы знаем из всего откровения, что человек, ты образ и подобие, что ты призван к совершенству в Евангелии, мы помним, что ты призван к святости, что ты призван стать любовью, ибо вы помните завещание Господа прямыми словами на прощальном ужине. Любите друг друга, как я возлюбил вас, ибо потому узнают, что вы мои ученики, если имеете любовь между собой. Этим заканчивается прощальный ужин с учениками. Все, это завещание, Бог, завет, но он был от начала, вы помните, в символах, что мы образ и подобие. Но этот символ нам растолковывает Иоанн Богослов в своем первом послании. Говорит, что заповедь благоествования от начала был. От начала благоествования был. Кто там от начала благоествовал? Да Бог от начала благоествовал и сказал Адаму, ты мой образ и подобие. И Иоанн Богослов говорит, что чтобы мы любили друг друга. Это где-то там сказано в первых трех главах, чтобы мы любили друг друга. И говорит, ну не так, как Каина, который убил Авеля. Иоанн Богослов и говорит, что в этом творении человека и во всех этих образах дыхание жизни, то есть передание образа и насаждение семечка, то есть Бога, вселение в этот образ свой, образ его мы, и он в нас этим семечком, этим дырем жизни. А эта семечка есть, плоды которого, любовь, радость, мир, вот в чем мы должны были возделывать и хранить, возрастать-то. Духа этого святого Бога в себе взращивает, но взращивает Бог, а мы вокруг него пляшем, ухаживаем, удобряем, поливаем, окапываем, подвязываем, защищаем, чтобы оно росло, это деревце жизни, это деревце святого духа со всеми его плодами, которые Бог потом раскрывает в человеке. Вот это надо помнить. И вот через эту призму я буду рассматривать. Ну и естественно, суть жизни, что этапами, так скажем, верующего человека, что потом ежедневными этапами жизни, все очень просто. Верь, надейся и люби. И то, слово надейся или упование, или вера деятельная, это одни и те же слова. Уже когда вы читаете обращение к христианам или там ветхим, знаете, к аудеям, там слово вера подразумевает слово упование, надежду. И в новом, знаете, вы видите, как апостолы употребляют это слово тоже с этим же контекстом, причем, что ссылаясь на ветхий, знаете, помните, Авраам веровал, изменился ему в праведность, рассказывал, как он веровал. Он дело веры делал, дело упование, он пошел и положил сына на жертвы. И в своем контексте, когда просто говорите, стойте в вере, в вере, в смысле стойте делами, да, вас режут, вы не плачете, вы отдаваете. То есть это дело веры, то есть это упование подразумевается. Иногда они говорят упование, надежду, употребляют такое слово. Также Господь Евангелие. Поначалу употребляет слово вера, просто диванная вера, да, поверьте вот в это суть бытия, что я Бог, Бог, которому имя любовь, а вы мой образ и подобие. Да, в это мы просто верим сначала. Потом мы живем по этой вере. Это вот два дела веры. У веры, у нее дела есть только упование и любовь, все. Вот через эту призму, конечно же, я буду рассматривать теорию. И тут я как раз, конечно же, претендую на истину, потому что просто передаю вам слова Писания, слова самого Господа, что Ветхого, что в Новом Завете. Вот, я просто говорю, когда перейдем к практике, вот там мы уже посмотрим, что это будет по факту. Там уже никакой претензии на истину я, конечно, не смогу. Вот, эта теория очень простая. Мы все прекрасно помним, вот этот образ веры вначале идет о том, речь, что люди как приходят к Богу, как все говорят, что случилось. Да, и человек, когда что-нибудь с ним случается, скорби или страдания, мы все прекрасно знаем. Все перепробуем, медицину, гадалок, подгадалок, мистику, природу, народную, ненародную, натуральную, поднатуральную. Вот, все в жизни перепробуем, потерпим сколько-то. Ну и там, вы помните, средств миллион, особо в голову не лезет их перечислять. Вот, что, говорит, последняя надежда какая, Бог, даже неверующий человек куда-нибудь бежит в какой-нибудь капище или еще куда-нибудь, да, где можно к сверхъестественной силе обратиться, ну, к Богу в частности, да. Вот, это все, мы прекрасно помним, да, какая-то катастрофа, какой-то случай. То есть, то, что многие через скорби и страдания приводятся вообще к Богу, это, конечно, все прекрасно мы знаем. И, наверное, я не знаю, какой процент, я никогда это сам никакой особо не читал, информации себе, кто ее делает, лет статистику. Ну, может быть, действительно, можно так сказать, просто тупо поделить, это моя чистая фантазия, что, допустим, 50 на 50. Я, допустим, не через скорби пришел, ну, через какую-то конкретную скорби, нет, я говорю, я вот рассказывал, как мне это было. В принципе, в моей жизни все было, ну, более-менее ровно, помимо того, что ты вечно, конечно, скучаешь по отчиму дому, и всю жизнь меня эти вопросы мучили, там, жизнь, смерть, бытие, счастье, конечно, полноценное, а не какое-то обрезанное кусками, сегодня есть, завтра нет. А есть ли рай, да, можно ли быть вечно блаженным, да, то есть, у меня, конечно, такие вопросы в душе-то у всех, они есть. Поэтому, ну, сказать, что я вам рассказывал, это же не было какое-то прям, ну, вы уже слышали мои свидетельства, ничего такого в моей жизни не происходило. Все было, более того, наоборот, достаточно ровно во всех отношениях, и в материальных, и в личной жизни, и в духовной. Все было так, среднячком, как у всех. Было и хорошее, и плохое. Ну, очевидно, что многие люди приходят именно через скорбь. Это мы прекрасно знаем, я сейчас даже не буду зацикливаться, или какие-то свидетельства приводить, тем более, кто меня слушает, может быть, кто-то как раз через них и пришел. К Богу, ко Христу, в частности. Поэтому вот очевидно, что первая диванная вера, да, когда мы приходим, обращаемся к Богу, вы помните, в Евангелии то же самое, то есть Господь творит чудо, исцеляет слепого, хромового, и говорит, веруешь ли в Сына Божьего Христова? Это вот я верую, да, то есть вот очевидно, что поэтому и апостолам, и вот эта знаменитая фраза Господа, по-моему, в протестантизме называется «Великим повелением Христа, идите научить все народы, крестя их воймят, а и святым стал дух», там, ну, или по-разному можно еще говорить. И что верующих, ну, в Марка там, наоборот, сказано, что верующих будет сопровождать эти знамени, да, больных будет исцелять, там, больных, прокаженных, бесноватых, там, изгонять бесов, и все вот это, то есть все будет сопровождаться знаменями и чудесами, точно так же, как это было, как и сам Господь ходил, и, в общем-то, проложил нам путь и пример. Вот, то есть нам это сказано, действительно, и поэтому, и потом и в Деяниях книгах видим, специально нам оставлены в книге Деяния апостольских, что так и было, да, то есть действительно апостолы, апостолы, там, пророки, там, кто только мы видим, чудеса творились, да, то есть руками, ну, апостолов, и не только Петра и Павла, там, мы читаем, что многих, естественно, кто разбрелись, пошли проповедовать, вот, то есть я думаю, что тут никто спрашивает, спорить не будет, это очевидность, очевидность жизни, все это знают, тут даже не столько Писания, сколько пообщаться вот с Верой, с когда-то покаявшимися людьми, все каждый расскажут какую-то свою историю, и, наверное, действительно, ну, так, приблизительно половина скажут, что, да, перешли через какие-то серьезные страдания, скорби, где уже или не было надежды, ну, или просто первый позыв души решили согласиться на голос Божий, услышали и открыли, как Господь говорил, да, вот, и вошли. Все, дальше переходит, вот человек покаялся, уверовал, покаялся, да, человек стал христианином, естественно, жизнь его не прекращается, он дальше живет каждый день, поэтому его дела веры, его жизнь по вере, это упование и любовь. Ну, только я всем говорю, никогда не перепутайте эти вещи. Мы уповаем на Бога, а любим человека. Это очень важно понять, как делал и Господь. Мы не видим, чтобы Христос экзальтировал, как он любит Бога, всем рассказывал, по Нигирике ему пел. Нет, он уповал на него, все, говорит, Отец, как ты скажешь, так и будет. Страдания миновых послушания, полностью все от него брал, ибо слышал не раз этот голос от Отца, и при крещении, и на горе Фавори, что ты, Сын, мой возлюбленный, в тебе мое благословение. И благоволение, и благословение, и все что угодно. Слово, воля, мысль, Бог, это все одно и то же. Вот. И я просто вам зачитаю, я вот так на бумажечке выписал, вы помните, вот, может быть, 49-й Псалом, «Призови меня в день скорби», причем, заметьте, я же вам даю цитату, я не претендую сейчас действительно в вырывании из контекста, хотя Псалом там можно, Псалмы действительно там вообще никаких контекстов, по сути-то, нет этой песни, так, там, неизвестно о чем. О чем вообще Давид думал, одному Богу известно. Многие, они действительно читаются только духовно, иначе если их по плоти читать, там ничего, для себя пользы никакой не получишь. Вот. Ну, это из Псалтия, я, в принципе, вам просто их зачитываю, так, чтобы сейчас в голове кое-что, кое-что закралось в голову. Вот. 49-й Псалом, «Призови меня в день скорби», это же верующему человеку, это же Господь говорит Давиду, допустим, да, или, ну, кому-то, кто писал, это неважно, да, то есть своему человеку, своему Детю Божьему, вот, я к этому обращаюсь, то есть все-таки мы берем же это из Библии, это важно понять, то есть я сейчас говорю, мы уже до покаяния, мы закончили, все очень просто, всем это известно, что действительно скорби приводит к Богу. А вот дальше, что касается верующих. «Призови меня в день скорби», Господь говорит, это 49-й Псалом, 15-й стих, «Я избавлю тебя», то есть формула очень простая, опять «вера, надежда и любовь», «Призови меня, вера, в день скорби», надежда или упование на кого? На Бога, и я, и именно Бог, я избавлю тебя, и что любовь? Какая любовь к Богу? И ты прославишь меня. Любовь к Богу не выражается, кроме как благодарного чувства сына или дочери к Отцу Небесному, к Богу, к Творцу, к родителю. И что мы делаем? Мы его славим. Мы любимого кричим о любимом везде и всегда. «Ты знаешь, какой у меня папа? Ты знаешь, какая у меня жена? Или как у меня муж, так мне там вчера сделал, дома там все работает отлично, там на кухне, я теперь вообще кайфую». То есть мы всегда хвалимся, все вот это «Ой, хвались о Господе». Любящий Бога сам начинает это делать. Мы все время пытаемся через внешнее, а Господь никогда через внешнее не учил, Он учил через внутреннее. Ты когда полюбишь действительно Богу, ты себе ничего и приносить-то не будешь, ты все будешь. Поэтому любовь к Богу выражается у действительного чада Божьего, только в двух вещах. Во внутренней благодарности. Это вот как всегда по внешне и по внутренне мы судим. Твою благодарность Богу никто никогда не увидит, никому о ней никогда говорит. Ты как это скажешь, это твое чувство. А внешне выделяется в прославлении. Мой Бог, ты хвалишься Богом. Мой Папа, мой Бог, мой Отец. Вот мы все родителями как. А у меня папа, знаешь кто? Помните, в детстве. Вот это так и есть. Это именно, вот Господь сказал, «Не будьте как дети». Помните, как мы хвалились родителями? Или у меня брат, он придет тебе, надает тумаков. Вот, это слава. И вот вам простая формула. 49-й Псалом опять все подтверждается. Призови меня. Если у тебя вера, в кого ты веруешь? В таблеточку, в ядерный щит, в книжечку, в алхимию, которая из воды вино делает, в магазин, в супермаркет, который тебя напитает. Во что ты веришь? Или ты веришь в Бога Родителя, Творца, Отца Небесного Иисуса Христа? Призови меня в день скорби, покажи, в кого ты веруешь. Я, Бог, избавлю тебя. Простая формула. Мы уповаем на Бога. И ты прославишь меня. Все, формула простая. Почему говорю? Вот она, вера, надежда, любовь. Мы ее и в общем по жизни рассматриваем, как группам людей до покаяния, которые веруют. И надежда, любовь или упование, любовь, это после покаяния. Это группа людей, верующих, так скажем, и неверующих. Дальше мы рассматриваем. Это же формула и жизни, вера, надежда, любовь. Каждого уже. Теперь мы рассматриваем только группу покаявшихся, людей, верующих в Бога и Христа. И теперь рассматриваем всю эту формулу веры, надежды, и любви. Вот. Она очень простая. И вот мы видим 49-й Псалом. Он как бы подтверждает все это, что это было еще. О, когда, когда. Вот. Поверь. В кого ты веришь? Уповай на него, он тебе даст, и ты прославишь Бога. Все, все очень просто. Ну и 85-й Псалом, 7-й стих. В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня. Вот. Веру в человека он знает, в день скорби, что он делает. Это к кому он взывает? Он взывает к Богу, потому что знает, что ты услышишь меня. Давид. Давид, там неважно, кто там их приписывает, кому. Я даже, кстати, я же не помню, как там начинается этот Псалом. Там обычно пометка идет Псалом Давида, Ля Сафа. Вот. Ну, я так выписал для себя на листочке. Вот. А в проповеди хоть огородные, но эти места, чтобы не забыть, я все-таки решил вам, чтобы поинтереснее было, чтобы более неголословным быть. В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня. Ну, а почему он это в 85-м себя к этому Псалому пришел? Потому что сам Господь в 49-м говорит. Призови меня в день скорби. Бог не ложен в своих обетованиях. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Все. Пожалуйста, прочитайте. Мало того, что 49-й Псалом весь просто бесподобен. Я его очень люблю. В 85-й там немножко о другом, но вот тоже есть там такая мысль. И еще я хотел вам из второзакония привести, вот, когда Господь там... Это второзаконие чудная тоже книга. Конечно, там есть очень вещи просто глубочайшие. Причем, я говорю, вот эти 8-я, 10-я глава. Ну, 32-я глава, кто знает, это такая, так называемая, письма Исея. И там Господь, когда все это говорит опять об израильском народе, в этом израильском народе каждый должен самого себя видеть. Ну, и все христианство, и своего себя, духовно, конечно же, а не по плоти там смотреть все это тоже. И когда Господь их там и укоряет вот за то, что они веровали. Ну, я вам всего лишь один стих зачитаю, это 32-39. Когда там Господь говорит, и говорит, я, причем два раза, я, я. Это не я, повторяю, все так там написано. Я, я. То есть, при двух или трех свидетелях, Господь говорил, верно любое, любая истина. Я, я, и нет Бога, кроме меня. Я умершвляю, и я оживляю. Я поражаю. Ну, тут о болезни речь там в контексте, кто знает, ну, мало того, что он дальше пишет. И я исцеляю. И там контекст есть, я просто вам заранее говорю. И никто не избавит от руки моей. Сказано великолепно. Просто мне говорили, ой, что ж Бог посылает. Ну, когда по ребячьему говорится, по-детски я вам говорил, да, можно сказать, что Бог посылает болячки, скорби, да. Вот он ветхозаветному народу так и говорит. Я, я умершвляю. Бог разве умершвляет? Мы читаем, что Бог дает жизнь даже недостойным, да. Духовно, конечно, мы понимаем, что Бог есть жизнь, и Бог жизнь только дает. Он никогда жизнь не забирает, в общем-то. И вся эта смерть, иллюзия, только для пока людей, покающихся и неверующих чем-то страшным, кажется. Для нас жизнь, смерть, это приобретение, наоборот. Вы прекрасно знаете. Ибо человек не умирает, а лишь переходит. Причем переходит, особенно человек, живущий по заповеди Божьей любви и упованию, на самом деле даже перейдет в более блаженное состояние, а по воскресенью еще обретет большее блаженство. Поэтому это все для людей внешних, для них все это страшно. А для нас крест Христов, не ее родство, а спасение. И все Евангелие, все откровение Божие. Ну вот такие моменты я вам хотел сказать, что это как бы есть. И опять же говорит, я поражаю. Он там, если в контесте, он говорит Господь, что если будете исполнять заповеди мои, хранить вот эти, то, что дает израильскому народу. Он говорит, ничего из того, что вы видели там в Египте, они, видимо, там насмотрелись. Но он говорит о казнях и вообще, говорит, в народах других. Все болячки, говорит, ничего вас не коснется. Я, говорит, такие чудеса дальше буду с вами творить. Что вы, допустим, он говорит, вы 40 лет ходили, у вас ни нога не пухла, ни одежда не ветшала на вас, вы ни в чем не нуждались. И он говорит, что если вы будете исполнять, я буду именно... Господь не хочет себя, конечно, через скорби вести. Он хочет... Он рай создал, туда Адама поселил. Чтобы был идеальный, простой путь жизни человеческой, да. Живи просто. И Бог тебя не будет... Как-то мы будем сейчас тоже посмотрим, наказывать, да, воспитывать. Нет, такого не будет. Бог тебя будет мягким путем вести. Действительно, все народы через тебя будут таким образом к себе приводить. Наоборот, благословениями, да. Будет показывать, как у тебя одни благословения. Но мы так не хотим обычно. Поэтому приходится Господу нас по-другому воспитывать. Вот. Это что касается теории. И сейчас мы коснемся практики. Я думаю, что теории для этого достаточно. По поводу, вот, до покаяния, после покаяния. То есть мы посмотрели, действительно, что скорби до покаяния многих людей приводят. И после покаяния это все равно та же самая схема. Только уже для верующего человека он опять свою веру делами показывает в уповании и любви, да. Вернее, я еще, кстати, договорю, зачем эта формула-то, кстати. Ведь Бог для чего все это сделал? Я, когда поверив, уповаю на Бога, он меня, как написывает, избавляет от скорби. Кстати, не написано, какой там болячки, духовной, душевной скорби. Вот. И я прославляю его, я же что делаю? Это опять я, я кого призовал, призови меня в день скорби. Это же написано в псалме, а христиане уже знают, кого призывать. Иисуса Христа. То есть мы призываем Иисуса Христа. Он нас избавляет. Мы в чем, помните, я вам говорил, что мы в этом познаем? Вот в том ролике о Боге есть любовь. Я же уже, в принципе, это сказал. И сейчас теперь повторяюсь, для чего тогда и говорил это. Мы убеждаемся в том, что, во-первых, да, раз это произошло, когда мы ко Христу призвали, что Бог жив, Бог живой. Он избавляет, действительно. Я утвердился, я утвердился в этой вере, что Иисус Христос живой Бог. И что Он Бог, раз Он меня избавил. И все, что Он любовь. Потому что Он захотел меня избавить, я не сказал. Нет, ты знаешь, ты грешник, ты недостойный этого избавления от скорби. Нет, Бог есть любовь. Тем более, да, действительно, я понимаю, что я где-то, может быть, и погрешаю в чем-то, и я нехороший человек, и ближнего обижал где-то. А Бог все равно меня любит. И Бог мне каждый день подает. И вот скорбь вроде бы, а Бог меня опять избавил. То есть, по этой формуле, живя потом христианин, он что делает? Он растет, вот эта невеста духовная его взращивается. Она обращается, или это древо, знаете, как дерево растет. У него такие кольца там, становится из вот такого семечка, вырос такой росточек. И стало вот таким дубом. И бывают вот такие деревья, знаете, в природе Бог создал. Там вообще по 10 человек их обнимают где-нибудь, там есть такие в джунглях. Смысл-то простой. То есть, одно дело разовое, я единожды принял веру, но потом она растет. Это семечка веры, а дальше-то растет, человечек-то развивается. Вот рожденный свыше родился. Но это ребенок тоже духовный. Потом он будет возрастать, у него будут крепнуть кости, мышцы будут все это возрастать и укрепляться. Мы укрепляемся, и Господь каждый день нас будет взращивать. Жизнь-то не мертвечина. Мы же не умерли после того, как уверовали. Мы дальше живем. Поэтому формула дальше продолжается. Это как начало, кажется, вот я покаялся и все. И этот потом круг пошел. Верь, надейся, да люби. Верь, надейся, да люби. И я в день скорби, призывая Иисуса Христа, Его избавлением, Его прославляя, я что делаю? Я все время утверждаюсь в вере. Все время. А вера моя в чем? Что Иисус Христос – это Бог, который любовь. Потому что я призвал, Он это сделал и сделал, потому что Он любит меня. Все. Я в скорби каждый день, призывая имя Божье и Бог меня избавляет по своей любви, я утверждаю, что да, Иисус Христос. Что Бог – это, во-первых, Иисус Христос. Иисус Христос – это Бог, Он может и делает, потому что Он любовь. Все. Все очень просто. Я говорю, эта формула не просто так. Эта формула и до покаяния, и после покаяния действует. Поэтому «Верь, надейся, люби», но то же самое. Вот. То есть смысл очень простой. Это вот что касается теории. Что я хотел сказать. И я вот к чему взываю. Сейчас мы к практике перейдем. Дело… Я понимаю, что кто-то младенец еще во Христе и не готов сразу положиться на Бога, и прибегает к естественному началу мира, да, или там к людям и к их учениям. Помните, как две беды-то, в принципе, всегда, две беды против веры такие стоят. То меня поражает, я всегда говорил, делать не в этом. Пусть ты младенец, но если ты рожденный свыше человека уже хотя бы, рожденный свыше, то есть честно, меня поражает, я это на своем пути таких людей встречаю, что мы даже… Вот что-то случилось у меня. Сейчас опять неделя скорби ни на какие секторы, да, неважно. Духовная печаль, болезнь, телесная печаль, болезнь, там, сейчас неважно, любая скорбь, допустим. Я просто встречал людей, основную массу, что людям даже в голову не приходит обратиться ко Христу. Вот я вам честно скажу. Бегут куда угодно. Даже пусть в христианские там какие-то эти так называемые, как их правильно назвать-то, я не знаю, храмы, не храмы, что это такое, строение. Вот. Храм Божий только человек. Вот. И вот бегут, и там что-то начинают делать, каким-то там святым, не святым, духом, не духом, и сами не знают, к кому они взывают. Господь говорит, ты ко мне обратись-то, я же твой Бог-то. Смысл-то в чем? Обратиться к Нему и утвердиться в своей вере, через дела веры, да. То есть положиться, попросить Бога, и увидишь, как Он тебе подаст, и ты узришь в этом, что тот, кто тебе подал, он может и хочет. Он Бог, имя которым и любовь. И я просто сколько вот у людей даже мысли в голову не приходит. Что меня поражает? Это рожденные свыше люди. Вы же дети. Что такое рожденные? Ты родился, ты чадо Божье. Ну, ребенок прежде всего побежит к родителям маленьким. Мы все это помним. Ай, мама, мама. Его обидели, его укусили. Он поранился. Он голодный. Ему что-то нужно, он не понимает. Ребенок бежит к родителям всегда. И это вот отличает. Дела обличают всегда человека. Все вот и начинают там рассуждать. Господь сказал, дерево суется по плодам. Не по дарам духа. По плодам суется. Рожденный свыше всегда обратится к родителю. Тот человек, который живет при живом Боге, скажу, как я, да. Я даже не понимаю, как можно еще. Потому что я чувствую, Бог со мной. Для меня Христос живой Бог. Я знаю, что Он здесь сейчас посреди нас. Бог все бытие держит. Абсолютно все. У меня даже мысли не возникают. Ну, конечно, это чувство приходит не сразу. Это же не ложное. Это же как раз ложное чувство, когда человек Бог, конечно, не знает, не чувствует. Это вот, да, беда. Потому что Бог-то есть. Хотим мы или не хотим, Он есть. Бог сущий, а мы нет. Бог-то вот. Везде и всюду. Поэтому у меня, конечно, наоборот, у меня уже другие мысли обратно. Я даже никогда не приходит. У меня какая-то проблема. Я что-то не понимаю. Вот читай. Да я сразу говорю, Господи, открой мне это все. Я как ребенок. Мне что надо, я все беру. Как сын в доме отца. Это приходит, конечно же, не сразу. Ты уже не спрашиваешь порой даже. Я вам расскажу такое чувство, сыновье. Такое ощущение, что ты сам залазишь и берешь, что хочешь, в этой книжке. Бог тебе сказал, все мое. Помните, как старшему брату, твое, сынок. Ты пользуйся, чем ты хочешь. Тебе нужны мудрость и знания, пожалуйста. Это поразительное чувство. Я вам, конечно, образ рассказываю, но это так. Поэтому это вот теория опять. Я не говорю, что ты обратился, да, Бог твою веру испытывает. Это действительно тоже евангельское учение и библейское. Пусть ты сдался, пусть ты сегодня еще... Помните, как ребеночек, мама, папа шаг, он делает, и два, и на задницу. Да это нормально, если вы сегодня... Ну, хотя бы, хотя бы я всем говорил, у тебя голова болит. Да ты обратись к Богу, даже вот в такой мелочи. Я живу лично мелочами. Я не знаю, как вы, жизнь состоит из мелочей, из бытовухи, из бытовых дел любви, из бытовых дел упования. Да, именно так. Ты что-то потерял, вот не поверите. Как-то, помните, Господь притчу сказал про женщину, которую Драхму потеряла. Я даже в мелочах, у меня что-то куда-то закатывается, я какой-то болтик вот что-нибудь строишь там, подкручиваешь, уронил. На тебе не может быть, Господи, помоги мне. Тут же находишь. Тут же он тебе на глаза попадается, выкатывается каким-то чудесным образом. Я говорю, кто хочет так жить, кто не хочет, конечно, пожалуйста, живите своим. Я сам, я все сам. Нет, а я живу с Богом. Я все делаю с ним. Любую мелочь. Я что-нибудь делаю на огороде. Я всегда все делаю с Господем. Мы все делаем вместе. У меня порой чувство, что он все со мной делает. И траву щиплет, и везде со мной. Конечно, я такой был не сразу. Почему я говорю, тоже вы с рассуждением-то в вере показываете добродетель. Помните, как Петр говорит? Да, это не сразу. Но мы знаем Евангелие. Господь никогда не посылал никого. Иди там в больницу сходи, иди там вот почистись сначала там какому-нибудь отчитывателю, чтобы тебе бесы изгнать или попастись, помолись там. Нет. К Богу просто обращались. Сейчас мы будем уже к практике, вот мы переходим. Поэтому есть теория, конечно. Теория, я убежден. До этого я вам говорил истину. Потому что я вам говорю не свое, а вот вы видите прекрасное это учение. И вы прекрасно знаете Евангелие. Для Господа не было ничего невозможного, ничего. Все, кто к нему обращались по любой скорби, были голодные, он их накормил. Нуждались в вине, он их напоил. Нуждались в исцелении, Бог исцелял. Он не колдовал, он не напрягался. Это происходило моментально. Он говорил, со властью все поражались. Потому что Бог творец неба и земли. Я не верю, я вам всегда говорю, я не верю в какую-то самобытную природу. Я такие слышал учения. Бог законы положил. Он как-то участвует, да. Нет. Я верю в такое всемогущество Божие, которое в уме просто всякий не вкладывается. Есть такие земные образы, конечно. Знаете, как писатель, пишущий книгу, что да. Он захотел, или художник, рисующий картину. Да, он ее бросил пока рисовать. Ну и что, картина что, думает, что ее не рисует. Да она вообще знать не знает. Так и Бог. Это нам кажется, что время текет. И вот если час не сделает, все, время-то ушло. Да нет. Бог может остановить все это время. Помните, как есть, по-моему, фильм голливудский, пульт. У него там был пульт, я забыл этого актера. Он там останавливал время. Так и Бог. Он может все подправить. Но это лишь образы земные. А Бог в секунду все может подправить. Без остановки. Или потому что это будет такое микромгновение. И там, и там, и там. Как мы тогда молимся Ему? Если у нас столько миллиардов, и он всех слышит. Ну что за глупости? Богу приписывают немощи. Бог абсолютное бытие. Бог абсолютное всемогучство. И все это мироздание, лишь его мысли. Даже образ, что он сказал и стал, это лишь образ власти. И уже образ воплощения. А так-то Бог мыслит, и это происходит. Он думает, и так становится. Он думает, говорит, это образ власти. И сказал, и стал. Помните, как он землю творил? Все. Не написано, что он руками напрягался и делал. Он словом все сотворил. У апостолов это все время. Иисусом Христом все словом. Логосом своим все творил. То есть одной мыслью, словом. Он не напрягался. У него нет рук. Образно говоря, сейчас о духовном говорим. Вот я в это верю. Это вот опять я вначале, может быть, не забыл. Или сейчас продолжаю говорить. Что это вот, это истина. Бог, Иисус Христос, есть любовь. Это истина, истина. Человек, это его образ и подобие. Истина, истина. Ну, кто с этим спорит, пожалуйста. Я претендую на истину, потому что это откровение Божие человеку. Бог, вот именно. Бог, Бог. Все, вложили в это все. Нет ничего, невозможно. Я буду сейчас здесь сидеть. Вокруг будет гром и молния. Вокруг меня не будет вот на трем пятачках. Я в это верю. У всех будет все сжирать урожай. У меня не будет, если мне это полезно, конечно же. Если мне полезно со всеми вкусить этой скорбью, это да. Тут уже промысел Божий. Я имею в виду теории. Теория, вот она истинно такова. Бог не изменен. Сам в себе. Промысел его, да. Но Бог сам в себе. В воле своей, в природе своей не изменен. Он, Иисус Христос, это Бог, который есть любовь. По природе, по сущности, по своей. Все. И эта любовь абсолютно свободна. Его природа. Бог не имеет ни над собой. Помните, как сотни говорят. Я сам подвластный. И у меня есть во власти. Он, кстати, намекал на Христа. Не намекал он, ему это и говорил. Его, конечно, он почитал за сына Божия, за какого-то великого пророка. Но в оконцовке мы знаем прекрасно, что Бог на собой никого не имеет. Никакой власти. Ему не нужны никто, кто бы исполнял его эти решения. Он просто мыслит и так становится. Это очень важно. Признать эту истину и понять наконец-то. Тогда и жить будет легче. Вот. Ну, давайте дальше. Что касается практики. Вот сейчас чуть-чуть поговорим. Тут уже я ни на что не претендую. Конечно же, скорби есть. Опять делим их очень по простому принципу. Видимые и невидимые. И, соответственно, раз они видимые и невидимые, то есть они могут быть либо от людей, ну, или от природы, так ее назовем. Ну, то есть от видимых. И от невидимых внутри. Потому что Бог не творит. И под невидимым мы подразумеваем. Ну, либо Бога, как бы, по-детски. А если не Бога, по-взрослому. То это когда Бог попускает. Конечно, все зло все равно творит бес. Потому что в книге Иова мы очень хорошо видим, как Бог попускает просто. Но зло все равно творит сатана. Бог сам не мог даже у Иова отнять его детей, там, имущество. Потому что Бог не творит вообще никакого зла. Но сатане он может попустить для возрастания человека в своей вере, в своей любви, в своем богоподобии. Вот. Бог это, конечно же, делает, мы видим. И вот скорби разные бывают. Видимые и невидимые. Ну, видимые что? Это, в принципе, все, что связано в любом случае с телом. Болячка, рана временная. Да, то есть ты можешь себе нанести вред. То есть своей плоти. Ну, или плоти окружающих тебя людей. Но еще, кстати, можно поделить себе или другим. Это тоже такая группа. И я сейчас о всех чуть-чуть вот так свои мысли просто поделюсь. Тут не говорю, каких-то выводить. Даже из Библии, кто пробовал, ничего не получится. Мы можем лишь найти множество случаев разных промыслов Божьего в конкретных вещах. Но выводить из этого учения никогда ничего не получится. Ты даже попытаешься к себе применить, и ты даже не понимаешь, можешь ли ты это применить. Есть очень похожие случаи в том же Евангелии, в Новом Зайти, в Библии. И ты будешь голову все ломать. На самом деле надо жить лично с Богом. Бог тебе будет открывать, что тебе и зачем, и почему. Ну, кое-какие свои мысли я хочу поделиться. Во-первых, что коснемся... Я даже не знаю, каких проще взять-то. Ну, давайте возьмем... Сначала невидимое. Ой, сначала возьмем все-таки... Вот Бог есть любовь по плоти и по духу мы исповедуем. Допустим, скорби идет вообще по вере. Вот за Христа и за любовь. Ну, Новый Завет преисполнен гонениями за Христа по плоти и за Христа по духу. Все благочестивые всегда гонимы будут. Мы это помним. То есть все, кто любит друг друга, уповает на Бога. То есть даже за дела веры свои все будут презираемы, гонимы, оскорбляемы, унижаемы. Это все будет. И даже просто за диванную веру, за исповедание ты тоже будешь гоним. Возможно, даже убит. И за благочестие ты тоже можешь быть убит за свое. Есть это в Новом Завете? Есть это. И, кстати, я, конечно же, обратил внимание, даже, можно сказать, я через некоторых людей мне это открылось, что все-таки вот эту грань мы проведем между болячками и верой. Конкретно между болячками и здоровьем. Потому что это такая отдельная группа скорбей. Вы знаете, когда ты читаешь Новый Завет, оказывается, что всегда, когда говорится о терпении, даже Господь об этом говорил. О терпении в гонениях или еще говорилось, на самом деле, действительно о терпении за веру по плоти и по духу. За Христа по плоти и за благочестивую жизнь. Это факт. Я сначала тоже, ну, благодаря вот этим учениям, всяких конфессий, тоже думал, что там болячка, надо терпеть, может быть, да. Ну, сейчас мы коснемся, может быть, и надо, да. Но конкретно в Писании нигде никогда в Новом Завете нам не сказано терпеть болячки. И вообще, по поводу болезни, мы как раз наоборот, мы видим другое учение, что когда мы, говорю, действительно к Богу не обращались, любой человек исцелялся тут же. Более того, я говорю, немногие обращают внимание, что помимо той кровоточивой вдовы, которая прикоснулась к краю одежды Христовой и исцелилась, то есть там есть общими предложениями, где сказано, что все, кто к нему прикасались, и что там к нему многие прикасались, к краю одежды, просто к его одежде, к нему там написано, исцелялись. Там прям такими словами написано «многие» или «народ». Я сейчас стихи не помню, не выписывал проповеди огородные, я не ставлю себе целью вам цитировать цитаты. Ну вот, единственное, что, конечно, совсем по сердцу хотелось, вот я по поводу общей теории я сделал. Сейчас я уже буду так вспоминать, конечно же, как это и делаю всегда в этих проповедях. А действительно, что касается терпения за веру по плоти и по духу во Христа, что Христос по плоти Бог и по духу любовь, и твоя вера, и твоя жизнь по этой вере, конечно, будет всегда гонимо, и ты будешь страдать за это. И вот, кстати, те же самые, возьмем вот стихи, ну, эпиграфом я возьму второзаконие 8.5. Господь, Бог твой, учит тебя, ну, это опять про весь Израиль, там, как он водил его 40 лет по пустыне, как человек, ну, или отец, ну, человек, мать, мать, отец, родители, учит сына своего, ну, или дочь свою, да. И отсюда же я хочу взять вот из евреем, ну, потому что, кстати, в евреем там очень много ссылок, и вот, кстати, именно на этот момент там есть ссылка на это второзаконие. «Хотя он и сын Христос, однако страданиями навык послушанию, страданиями навык послушанию, то есть безропотным несением, и став совершенным, сделался, став совершенным, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, то есть Бог Христос, приводящего многих сынов нас, верующих, детей Божьих, в славу, ну, по воскресенью, вождя спасения их, то есть Христа, сделался совершенным через страдания». Конечно же, речь идет в евреях конкретно об этом случае, видите, о гонениях на Христа, о том, что его, ну, и в самом начале, вы помните, поносили, отвергали и даже потом арестовали, дважды наказали бичеванием и распятием, да. И Господь через эти страдания навыкнул Отцу послушанием, и через эти страдания Отец сделал его совершенным, Христа. Вот. И это путь для каждого из нас. Но это действительно касается конкретно страданий за веру, по плоти и по духу, за Христа, что Он Бог, и то, что Он любовь. И твоя жизнь, естественно, по этой вере благочестивая, могут тоже тебя за это убивать. Христиан первых убивали за что? Они ничего плохого действительно не делали. Вот именно за это. Людей раздражают, люди благочестивые. Ну, людей, которые, конечно, в которых бесов от одного до легиона, да. Вот. И то же самое, если вы будете читать Иакова, допустим, берем прямо сейчас сразу на вскидку трех столпов, Иакова, Петра и Иоанна, там все время говорится, конечно же, о гонении за веру, за любовь. Это кто будет внимательно читать, поймет. Поэтому вырывать там можно, терпите вот. Но если мы почитаем в контексте, там, конечно же, идет за веру. Это безусловно. За веру по плоти и по духу, соответственно. Вера без жизни невозможна. Поэтому мы и за теорию страдаем, и за практику. Вот. Даже вот то, что ты уповать будешь, ты будешь над тобой будет насмехаться. Вы помните, когда над упованием твоим и на воскресенье. То есть ты будешь за веру, за все. Помните, я говорил, что Бог во плоти пришел, и благотворил, и страдал, и умер, и воскрес, и вознесся. Ты из-за этого над тобой будешь над всем на твоей верой насмехаться, и что ты так же живешь, уповая на это. Вот. Поэтому вера без жизни у нас не мыслим. Мы же не трупы, мы же просыпаемся и что-то делаем каждый день. Вот. То есть это вот что касается веры. Конечно же, тут все однозначно. В Новом Завете у нас есть путь, проложенный Христом, есть апостолы, которые все это сами проходили, точно так же страдали, нам все это передавали заповедь Божью, сами точно так же жили. Тут все очень просто. Поэтому страдания и скорби за веру, и надо, конечно, понять суть своей веры, не вот это нагромождение культов, да нет. А в том, что ты будешь страдать за свою, во-первых, веру теоретическую, что Иисус Христос Бог, который, и любовь, который поэтому, что Он Бог и любовь, явил даже во плоти в последнее время, пришествием, всеми своими благодеяниями показывал, знамениями, сразу две вещи, что Он любовь и что Он Бог. Так что Он делал дела любви действительно к людям, и делал силы Божьей, показывал, а не силами человеческими. Воскрес и вознесся, тем опять являясь свое божество и любовь. Ну и перед этим, естественно, умер за нас, чем явив апогей своей любви. Да, ты за это будешь страдать, и за теорию, и потом, так как ты будешь жить, если в соответствии, ну кто живет, конечно, в соответствии с этой верой, я его образ и подобие к этому же призван, поэтому так же живу, да, ты будешь страдать, и за саму жизнь свою, если будешь жить по этой вере. Тебе будет уже не только за твои слова укорять, но и за твои дела. Одно дело, ты где-то рот раскрыл, и с тобой стали спорить, другое дело, ты еще живешь, тебе тоже будет уже молча укорять, вернее, ты будешь молча жить просто по этому, а тебя будет укорять вслух об этом. Вот. Тут все понятно, я считаю, и тут вопрос тоже, это вот истина, конечно, и тут спорить, это весь Новый Завет, и все Писание об этом. Ну и теперь отдельную группу, коснемся уже 45 минут, говорим, 47, да, как раз часть их ролик получится. Вот что касается болячек, тут все, тут я, сейчас поговорим, конечно, я ни на что не претендую. Во-первых, для меня было немножко тоже открытием, посмотрел, когда тексты еврейские, греческие там, ну, греческих-то нет особо, я не видел там, еврейские тексты, книги бытия, да, вы помните, когда Господь как бы проклинает землю, Адаму говорит, что он будет в поте, ну, за грехопадение, за отречение от Бога, первых людей, по сути, в сердце, это именно так трактуется этот грех, то есть мы выкинули это древо жизни, Христа из своего сердца за дверь поставили, вы помните, как в Откровении сказано, что он стоит и стучится, если кто услышит и откроет, к тому он только войдет, вот, кто обратно это семечко примет в крещении, нетледное, Слово Божие самого Бога, ибо Слово было Бог, и Слово есть Бог, Логос, вот, то, кстати, не написано, опять же, даже не написано, что Ева будет в болезни, это уже синодальный перевод, как хотят там тоже переводить, написано в печали, ну, Слов там много, у них разный смысл, там, я тоже сейчас не помню, как слово точно произносится, и у него можно его как болезнь перевести, но не только, и причем это не первый перевод, ну, знаете, как есть, даже там, скажем, я вот не филолог, мне тяжело этим языком общаться, ну, поняли, да, у Слово есть значение, особенно, когда мы переводим чужое, иностранное слово, у него есть какие-то переводы, и вот, печаль стояла на первом месте, опять же, если пытается в других местах, видимо, сравнивать, как в других местах, потом писание, употребляется ли это слово, вот, и там болезнь, по-моему, даже если оно может в какой-то группе, ячейке стоять, как слово Логос, там, да у него, знаете, сколько значений, больше ста, там, и они по группам раздельны, и в каждой группе есть опять, как скажем, как можно перевести в данном контексте, так, конечно, или так понимать, и вот там не сказано, там нет, знаете, намека, действительно, мне Бог в сердце открывает, что, мне такое ощущение, что первые люди, да, Бог, во-первых, в поте, то есть, рай, конечно же, это было место, где и потеть не надо было, но пот уже все-таки образ скорби, хотя мы прекрасно знаем, что труд доставляет нам радость, но мы знаем, как часто мы трудимся, и это действительно доставляет, нам радость, что с детства уже помнишь, что-то страдаешь, что-то лепишь, ребенок же не просто играется, мы что-то делали, там, шалаши, ты доставляла радость, и сам процесс, даже, как говорят, порой он даже больше радость доставляет, чем конечный результат, да, потому что, ну, сделал, сделал все это мимолетное, как говорится, само событие, сам праздник, он мимолетный, да, а вот процесс к нему очень долгий обычно, сам процесс доставляет радость, и поэтому в раю-то все эти были процессы, мы же как-то любовь бы Адам, Еве бы и наоборот, и всем мирозданию, животным оказывалось, но она была действительно радостной, абсолютно блаженной, то потом, когда человек отвергается от Бога, Бог его, чтобы научить родителей, учит сына своего, как Бог учит нас, детей своих, как родителей, человек. Ну, там проще перевести родителей, так и было, потому что там не стоит отец. Как человек, ну, то есть, отец это человек, это и отец, и мать. Учит сына своего, ну, опять же, дочь свою. То есть, Бог не наказал, на самом деле, он же родитель наш, он же наш создатель. Он, конечно, учить нас стал. И облекает вот в кожаные одежды, как это названо, животные одежды, плотские одежды первых людей, чтобы они учились жизни-то. И Адам говорит, что ты теперь будешь с потом съедать свой хлеб жизни. И Еве говорит, я говорю, в принципе, мне теперь это стало близко, что не в болезни, по крайней мере, в том понимании, в каком мы сейчас это понимаем, а именно в печали и в скорби, так скажем, да. Но это не факт, что даже женщины первые страдали в родах, как сейчас. Мы не можем. Это я рассуждаю, почему-то ни на какую истину вообще не претендую. Это не доказать никак, никаких у нас больше откровений, кроме Библии, нету, мы не можем. Разве что на какие-то учения человеческие ссылаться. Я чисто рассуждаю, вот и все, чтобы тоже как-то к истине прести. И Божьих откровений у меня нет на эту тему, я вам честно говорю, да. Но я рассуждаю со своими христолюбцами, чтобы вот как-то некоторые вопросы нам выяснить, может быть, Господь кому-то откроет. И мы видим, то есть грехопадение, да, насколько оно было ужасно, мы не знаем, насколько была природа. Там были какие-то издревнеславные люди. Какими были люди? Они жили по тысяче лет, мы видим в Библии. Только после потопа Господь сокращает лета жизни, года жизни, да, 100 лет, 70-80, да. Люди, может быть, по природе еще дряхлеют, может быть, вначале были какие-то более сильные. Не факт, что они по 6 метров, как там кто-то говорит, были, да нет, ну просто могли быть не по метр. 80, как сейчас средний рост, а метр 70, да, а женщина метр, наверное, 60, или какой средний рост, я не знаю. Вот, ну могли быть люди и по 2,5 метра, по 3, и крепче. Кто его знает, какими-то дарами обладать другими чуть-чуть природа могла. Кто знает-то? Вот. Но действительно, что болячки входят в мир уж после потопа, это очевидно. Вот. В том виде, в котором мы сейчас все это видим, да, мы в новом, знаете, все это читаем. И вот что касается болячек, да. Терпение, как такового, нам нигде не заповет. Действительно, в новом взаиме мы видим, что, в принципе, человек, обращающийся к Богу, сразу исцеляет. Но опыт жизни людей, мы все прекрасно знаем, что нас окружают, тысячи слов ни о чем, наверное, не скажут, нас миллионы окружают больных людей. А точнее, как врачи говорят, нет, нет здоровых людей, есть недообследованные, да. И это факт. То есть, все мы чем-то болеем. И помимо этого, ведь, есть болезни плотские, да, телесные, а есть болезни духа. Или души, как угодно, знаете, психические вот эти расстройства. То есть, все очень сложно. И я сколько этим вопросом жил, плюс вот есть врачи, и вроде бы нам кажется, таблетки, все говорят, ой, ты там против медицины. Да если бы она, знаете, если бы она на 100% помогала, если бы люди от гриппа до сих пор тысячами не умирали, кто смотрит статистику, тот знает, что нам только по телевизору показывают иногда эти конфеточки, знаете, как одна модель стала золушкой, да, а сколько убили, зарезали, выкинули несчастных, поломанных судеб. То же самое здесь. Да вы показываете тогда параллельно к тому, что вы нашли какое-то лекарство, сколько в день умерло от всех остальных болезней. Да тысячи умирают именно от болезни. Именно через болезни Бог и на тот свет забирает многих, а не каким-то блаженным способом или какой-нибудь там аварии, несчастным случаем. Да нет, именно в болезни отходят как бы, вот по какой-либо болезни, да. Поэтому все это, и мы видим историю человечества, ничего человек никогда побороть не мог. Все это иллюзии на какое-то время. Ну, кто прекрасно знает, кто христианин, верует и знает свидетельства других людей, достаточно ему и нового завета, что, может быть, статистику провести ровно столько же людей и по вере исцеляется на какое-то время. То есть все это вы понимаете. Поэтому вопрос с болячками, если честно, я могу только своим опытом поделиться. Во-первых, я болею несколько лет сильно, и тоже у меня свой опыт приобрелся. И сейчас я вообще убежден, что, в принципе, если есть возможность, человек, ты придешь в такое состояние, в идеальное, я живу в Боге абсолютно. Причем до всяких мелочей. Но опять же, когда речь касается меня, да, я живу так. Когда касается других, я никогда человеку не говорю ничего, что вот ты там, не лечись или еще что-то. Я могу просто сказать, ну, ты видишь же, в новом завете, помнишь, читаешь. У меня, кстати, я как-то рассказывал, кто слушает мои беседы, кто предыдущий ролик, когда что-то там смотрел. Я говорил, что я просто прошел этот путь, потому что в том же самом лечении, да, я не боялся, почему я свободный во Христе человек, потому что я никогда не боялся задавать сам себе вопросы, а уж мало того, что многие вопросы задавать себе не надо, они у человека живут внутри. Я никогда не боялся найти на них ответы. Не боялся ни людей, ни вещественных начал мира, да. Потому что для меня важна в жизни только истина, только Бог, только Иисус Христос, только это имеет значение, в моей, по крайней мере, жизни. Вот. И я обращался, я говорю, я когда болел, я не мог читать Евангелие. Я читаю, да, Господь исцеляет. Почему я не могу? Мне было ужасно плохо, и до сих пор продолжаются некоторые болячки. Я говорю, почему? Зачем тогда читать Евангелие? Оно все переполнено тем, что, я уж вам постоянно долблю эту формулу, Иисус Христос, Бог есть любовь. Там же каждое его действие подтверждает именно это. Думать, что это было раньше, а сейчас это не нужно, тогда зачем я это читаю? Ну, хорошо, было и было, я уже однажды принял веру, и все. Дальше я живу, как? Зачем тогда его читать? Мы же читаем ежедневно, чтобы просто вот именно не забывать об этом, чтобы утверждаться в этом. А в чем там еще утверждаться? Пророчества искать? Да их там нету. Много там Евангелия пророчества Господь наговорил. Ну, выбери себе вот такой кусочек из Матфея, где там о последнем времени, и сиди его пережевывай целыми днями. А все-то остальное в чем? Веря, надежде, любви. Только для этого я и должен читать. У апостолов то же самое, возьмите трех столпов короткие послания. О чем они? Да, о вере, надежде, любви. Там больше ничего нет. Зачем я тогда буду читать, если я живу какой-то своей жизнью, уповая на вещественное начало мира и на людей, и на их учения? Вот у меня был конфликт, и я этот конфликт пережил. Я чисто делюсь своим опытом сейчас. Я пережил этот конфликт. Я этот конфликт пережил кровью и потом. Именно Гефсиманским садом. Я рассказывал некоторым людям, что со мной было. Это ад. Пройти такой, я другим, я не могу даже желать. Как Бог есть любовь, так и я. Я желаю, чтобы все даже на Мерседесе въехали ради Бога. Но, если честно, я не уверен, что это действительно возможно. Бог говорил, что только узким и тернистым путем туда входит. Это ад. Стать вот таким вот деревом невесты Христовой, это пройти надо ад. Ад упования на Бога. Вот именно вот этой формулы. Призывать Господа, ждать от Него, когда Он избавляет, и после этого прославлять Его. Это ад. Это непросто. Это именно Гефсиманская молитва. И причем, вы знаете, это Гефсиманская молитва всей жизни. Думать, что я вот чуть-чуть прошел, потом буду кайфовать. Нет. Вы помните, как Господь закончил свою жизнь. Вы помните, как апостолы. Меня это утверждало. Меня это и бороло. Я свою веру кровью и потом добываю. Как Господь говорил. Идеальный образ – это Гефсиманский сад. Это уже не просто отдельно кровь и отдельно пот. Помните? Не важно, как там написано. Капли, как бы кровь, или крови, как бы пот. Там это какая разница, как перевели. Смысл понятен. Хорошо, там два слова эти употреблены. И кровь, и пот. И вот пот – это образ этого Ветхого Завета. Когда мы хлеб свой небесный, то есть веру свою потом испытываем. И кровью. Даже до крови. Я прошел и дальше иду, вам честно скажу. Потому что, я говорю, меня многие не оставляют и скорби, и по плоти, и по духу. И от окружающих людей. Получается, от бесов, когда Бог попускает. Откуда все эти испытания духовные? Даже вот эти сомнения. Откуда они? Оттуда. Понятно, кто их тебе нашептывает тут же. Только ты дал дырочку, только дал место. Чуть-чуть, не духу Божьему. Только ты его чуть умолил себе. Вот это древо жизни сказал. О, я лучше вон куда-нибудь. Все, он тут же. Змееныш вползает. Я больше так не делаю. Я вот прошел, нахлебался вот так. Кажется, я тоже страдаю по плоти. Кажется, я тоже страдаю по духу. Меня там оскорбляют, унижают. Но вы знаете, жизнь в Боге, по крайней мере, тот последний год, который живу. Пусть это небольшой опыт, я делюсь тем, который есть. Но я знаю, что и этого опыта у 90% христиан нет. Потому что никто вообще не подвизается. Все живут плотью и миром. Вещественными началами и рабством человеку и их учений. Я людей, живущих в Боге, на своем пути практически не видел. Честно вам скажу. А это счастье. Потому что упование, вот я вам еще говорил, еще эта формула, что она делает? Когда я человек, уповаю и люблю. Упование делает меня свободным, как Господь сказал, делающих грех, раб есть греха. Но Сын сделает вас с казной. Обратитесь к истине и познаете истину, истину делает вас свободным. И через стих-то мы дальше читаем. А истину-то кто? Христос. Он говорит, и Сын освободит вас. Истину-то, Сын. Свобождает нас, конечно, не какая-то липова истина, а Христос. Вот поэтому упование делает человека свободным. Вот я свободен больше. Я ничего не боюсь. Где есть страх, там нет любви, нам сказано. Это, кстати, очень важно. Поэтому это формула. Если есть страх, нет никакой любви дальше. Ты поверь, уповай. Если ты будешь полностью уповать, и в тебе любовь будет. Ты познаешь любовь Божью, ты на нее уповая, Он тебя избавляет. Меня избавляет Господь ко всего. Почему держит меня на этом лезвии ножай? Ну, видимо, мне это полезно во всех отношениях. Вот. Опять же, слушая меня, я всех призываю. Ни в коем случае, если ты еще духовный ребенок. Я прошел тяжелый путь. Тяжелый. Где-то сам, может быть, перетягивал. Я говорю, к этому я дошел непросто. Так. Я доходил до крайних степеней. Я чуть ли не жизнь хотел покончить. Потому что это невозможно терпеть то, что я терпел. Всем говорю. И понимаю, что люди многие это проходят. Но сейчас, оглядываясь назад, помните, как Павел говорит, я понимаю. Что то, что казалось, помните, как Павел говорит, скорби. Он же тоже все это прошел. По болячке сразу скажу. Да, я согласен, что где Павел говорит, а жаль и вплоть. Не факт, что это было болячка. Я даже склоняюсь тоже к мысли, что это было... Ну, кто-то говорит, что это были добратья там, гонения. Я согласен. И так можно. Я, кстати, с этим тоже согласен. Но я еще думаю, что это было, возможно, просто не по плоти, а по духу. То же самое его девство. Он был окружен всегда женщинами, женщинами красивыми. Не факт, что это не был жалоба луда, ну, мысли, так скажем. Ну, сами понимаете, о чем я. То есть тут... Ну, а, кстати, о том, что он был болен глазами, это очевидно. Я не говорю, что он был полослепой, но что, возможно, это связано с тем, что он там, Господь его как бы ослепил при том свете, от которого он ослеп, когда он шел-то, ну, когда он покаялся, вы все знаете, да. Вот. Возможно, это болячки ему какой-нибудь конъюнктивит, если по-нашему сказать. Бог им оставил. Мы же помним, как он сам свидетельствовал, что... Я же забыл, какая там община-то хотела свои глаза даже выдрать, настолько любил. Он этот образ, что, да, готов все сделать для человека, лишь бы он был здоров. Это очевидно, что у него что-то было с глазами. Я говорю, я, конечно, не буду тоже в крайности подать, я согласен, где, наоборот, начинает он там полослепой. Мы не знаем. Вот. Да и уж, естественно, что Павел тоже болел, как и многие. И плюс, но в заде есть другие болезни. Болел и Тимофей, болел и какой-то... Помните, кто я же забыл? Анисим, не Анисим. Которого, видимо, они все и молились за него, и все. А Бог не исцелял его. Когда они все смирились и поняли, что не все делается именем Иисуса Христа, Бог вас ставил, и Павел говорит, ой, слава Богу, и не только его, но и мне печаль к печали не прибавил. Что они не молились, руки не возлагали? Там, небось, до пота и крови молились. А Господь показал, что есть мой еще промысел, помимо. Это же не колдовство, что вы моим именем. Поначалу было так. Как детям Господь сказал, и дети, моим именем изгоняйте. Вот. То есть вот так вот по поводу болезни. Поэтому я тоже, кстати, я просто делюсь опытом. Я же не знаю, кто меня слушает на какой, кто там ступени, кому сколько лет духовному. Кто вчера родился, а кто вообще еще, еще и не зачался даже. А кто в очреве еще там болтыхается, пуповиной Божьей, питается, у нее никаких ни скорбей, ни искушений. Кто в пуповинке, кто знает этот период. Там хоть и идет брожение, это в основном брожение духовное именно. Вот этот образ пустыни Господней, когда он там, как и образ ребеночка в очреве, там Христос его искушал не по плоти, а по духу. Бог-то его питал, сказано, он ни хлеба не ел, не пил. Так и ребеночек в очреве матери, материнской пуповиной питается. Это и образ брожения духовных, все мы эти проходим. Потому что это же рождение свыше тоже имеется в виду внутреннего человека. У человека обычно уверовавшего во Христа, потом трудный этап жизни проходит. Во всякие начинают другие конфессии тянуть, религии, соблазны мира, грехи, алчность, там все это, серебролюбие. Все это касается. Но это по сути не любовь к человеку. Потому что, что ты будешь себя взасовывать, ты никогда, значит, никому не отдашь. И человек, рожденный свыше, да, он понимает, что Господу Бог твоему в духе кротости и смирения поклоняйся и служи ему делами любви к ближнему. Все, эта формула очень простая. Только такой человек рождается свыше. Поэтому этот путь неофитства обычно связан, что да, у человека как раз там и исцеление, и все, он не болеет, сил полно. Очень часто такое бывает. Но потом начинается путь жизни. И с теми же самыми болячками, поэтому я кому призываю, я говорю, я прошел этот путь, я как раз заранее предупреждаю, что кто пойдет этим путем, это путь ада. Ведь путь Божий, он же по плоти не просил нас подражать по плоти. Какие у него волосы были, а то начинается там. Бог что, тоже в татуировках был? Да и Бог был, может, с длинными волосами, а ты с короткими. У него, может, зеленые глаза были, а у тебя черные. Какая тебе разница-то? Он в одном хитоне ходил, а ты в другом. Бог не призывал нас по плоти себе подражать. Он был абсолютным человеком. Он, может, многим даже по плоти не нравился. И, может быть, даже нравился каким-то женщинам по плоти, а каким-то нет. Как и в жизни все бывает. Нам о нем специально ничего не известно. Вы же понимаете, что это Духом Святым Бог так промысел, устроил. Чтобы мы не по плоти, уж Христу тем более начали подражать. А как ему женщины будут по плоти? Пол менять, что ли, подражать начнут? Что за бред? Бог призывал идти путем духовным его. Жертвенной любви ко всем и каждому, уповая на Бога, его дарами, любыми и телесными, и духовными, то есть видимыми, и невидимыми, естественными, и сверхъестественными. И все это для его славы. Все, формула проста. И у него закончилась жизнь на Голгофе, на кресте. Не факт, что у каждого человека заканчивается. Причем на прямом кресте. Сейчас кресты-то более гуманные. Сейчас тебя просто в тюряги застрелят. Или еще что-то электрический стул. Что у нас сейчас там есть в разных странах. Путь один, но он внешне-то, он духовно один. А внешне он может по-разному проявляться. А у кого-то этот путь последний с горы Фавора до Голгофа действительно болячка какая-то страшная. И Голгофа – это агония и мучения. Может быть так. Откуда мы знаем? Тут мы, видите, не можем понять этих вещей совсем до конца. Поэтому с болячками и со всем этим путем упования, конечно, он важен. Я вот к чему хочу сказать. Мы все это знаем. Конечно, безусловно, то, что Нового Завета, с чего я вернусь к началу, я уже говорил. Да, это за веру, за благочестие. Это однозначно евангельское учение. По поводу конкретно болячих непонятно откуда. Ведь вроде бы болячка получается от Бога. Никто же в ней не виноват. Она вот изнутри. Любой врач вам скажет, что любая болячка – это ослабление иммунитета. Ибо человек абсолютен и совершен, и полноценен сам в себе. Любая болячка – это умоление. Иммунитет – это как брешь, как дырка где-то, и туда что-то пролазит. Или изнутри ухудшается. Что такое рак? Вот кто не знает, я вам расскажу. Я узнал в медицине. Это когда клеточки, которые все вот так ручками друг за дружку держатся, как община, как церковь. А одна клеточка решает вот так вот. Я-то всех отделилась. Все, эта клеточка начинает умирать. Самодостаточная, эгоистичная клеточка. Вот что такое рак, как оказалось-то. Очень хороший Господь образ положил. Поэтому что, он внешне приходит? Нет. Он изнутри. Потому что человек начинает винить там или Бога, или еще что-то. Поэтому факт есть, что болячки есть, там от Бога нет. Ну, тут вопрос очень тяжелый. Я еще хотел бы чуть-чуть тогда сказать, уже и так долго. Но я знал, что про скорби, почему тяжелый ролик, я его так долго не мог записать. Но сейчас уже записываю, вы его увидите. Хотя он неоднозначный. Ну, нет, есть однозначные вещи. Я вам о ней хотел сказать. Вот о терпении за веру, за жизнь по вере, то есть за любовь и упование. Вы однозначно будете. Это Иван исключение. Мы терпим, мы возрастаем. Мы возрастаем в любви, на самом деле, к ближним. То же самое. Вот. Мы, кстати, в этой... И вот я хотел сказать, как раз подвести под итог теперь. А что касается лично меня, как человека, зачем мне все это, помимо убеждения в Богу? А ведь Бог сказал мне, любите друг друга и возрастайте плоды духа. Любовь, радость, мир, вера, долготерпение. Вот я сейчас к этому и хочу подвести. Вы все прекрасно помните, что есть плод духа долготерпения. Причем не просто терпения, а долготерпения. И вы прекрасно помните, как Павел говорил, что если я все раздам, и не ради любви, там и тела дам на сожжение, и все-все-все, не ради любви, нет мне никакой толку от этого. И Павел говорит, что такое любовь-то, любовь долготерпит. То есть смысл всех этих скорбей, вот, меня гонят за веру. Во-первых, ни в коем случае не орать, он еретик, Господи, ой, слава Богу, он меня к тебе отправляет, ты его в ад отправишь. Нет. Это, кто слушал мои ролики, прекрасно понимает, молитва за врага как раз тогда правильно понимается. Тогда человек по-настоящему молится за врага и словом, и духом, духовной молитвой, духовное состояние, когда он понимает, что любой человек, творящий ему зло, на самом деле, его благодетель. И действительно, человек через это может возрасти в божественную любовь, в любовь жертвенную. Ни в коем случае он говорит, Господи, не вмини греха этому человеку, как Господь молился. Как Стефан говорил, Господи, да, не вмини им. И Господь на кресте. Человек приходит только тогда, вот, поняв этот принцип жизни, что все наши, даже, так скажем, враги, они наши благодетели. И только тогда человек искренним сердцем приходит в то состояние любвеобильное, когда понимает, что нет на земле у него врагов, все ему благодетели. Вот. Поэтому плод-то духа есть, и не просто терпение, а долгое терпение. А я всем все время задавал вопрос, чего терпеть-то? Счастье не терпит. Счастье, радость, ее не терпит, вы знаете, она пролетает, как говорят, фанера над Парижем, мгновение. В отпуск только ушел, месяц пролетел, съездил, куда не заметил. А когда горе, когда скорбь, когда болячка, о, кто болел, кто боли жуткие или духовные даже испытывал, это все, мука, вот именно хочется застрелиться. Минута, как вечность. Что мы долго терпим-то? Конечно же, скорби, это просто понятно. Без скорбей, без страданий невозможен плод. А это плод духа, долготерпение. Ну да, мы сейчас рассмотрели, что в контексте даже Писания Нового Завета говорится о долготерпении, терпении, когда там это слово. Оно всегда идет. Терпение, вот гонение и скорби за веру по плоти за Христа, что он Бог, и по духу, что он любовь, и я, соответственно, уповаю и люблю. И вот именно когда я уповаю и люблю, я же тоже за свою благочестивую жизнь по этой вере буду оскорбляем, унижаем, возможно, убиваем. За то, что уповаю, надо мной будет смеяться и оскорблять. И за то, что я люблю, меня будут унижать и оскорблять. И вот в этом проявляется долготерпение, а по сути опять плод любви. Потому что я это делаю, чтобы человеку явить свое долготерпение, как и Христос все это сделал. И все мы, глядя на его жертву, спасаемся, понимаем, что вот же у нас есть пример. Он-то это делал, значит, и я должен не убивать и не рубить головы. И не выкалывать глаза, а свои выдирать глаза ради любви к ближнему. Плод долготерпения куда мы денем? А то мы готовы все плоды собирать, кроме долготерпения. А долготерпение? Воздержание. Куда мы будем девать-то их? Они есть. Просто единственный вопрос, нам кажется, да, хорошо, вот Новый Завет нам явно говорит о скорбе от человека. Да, вроде все понятно. Тогда я терплю за веру, за благочестие, за упование, за дела свои по вере. За саму веру, за теорию могу тоже подвергаться скорбям, страданиям. И за по духу, за жизнь по делам, по вере, по которой живу. А болячка? Вот я живу, вот Бог послал так, как говорят болячку. Вроде бы нет же виновного. Я говорю, все станет понятно, если понятно, что Бог просто умаляется. Во-первых, болячка – это бесы, да, или духи. Это как в природе есть животные или какие-то молекулы. Также есть и духи. Есть духи разумные, как подобные уровня человеком. А есть духи такие, помните, дух немой, слепой. То есть это природа просто искаженная тоже. Если природа красивая, я говорю, какие-нибудь добрые червячки ползают. А есть какие-нибудь микробы заразные или какие-нибудь там эти личинки, которые вредят, какая-нибудь гусеница. Также и дух. Именно не дух, но если дух ума, как умное, разумное духовное существо, а просто духовная сила, так ее назовем, энергия. Есть как бы добрая и злая. Конечно, Бог умаляется, она к человеку прилипает, допустим, да. То есть или сам бес прямо мучает тебя. Ну, как угодно образ, что это делает человек. Но для чего Бог тебе это делает? Для меня лично открыто. Вот сейчас я опять делюсь личным опытом. Как я живу, вы живите как хотите. Чтобы Бог меня просто тренировал. Потому что мы все прекрасно знаем, что спортсмен, прежде чем выйти на первое даже свое соревнование, занимался спортом. Ты сколько лет в зале занимаешься? Да я помню, борьбой занимался лет в 10, что ли. Да я помню, что первое соревнование мое было через два года после занятий в зале. Мы ходили в военное училище, было рядом, я жил. И там был спортзал, и там мы ходили заниматься. И я, кстати, после соревнования бросил, мне это не понравилось. Но два года я ходил в зал сначала, занимался. Только потом пошел на соревнования. Чтобы тело свое отдать на сожжение ради ближнего, раздать имение свое ради любви к ближнему, надо сначала потренироваться, чтобы снести любое оскорбление, когда тебя будет помнить. И Господь говорит, блажен, когда вас поносить будет. Это же никогда вы в ответ будете оскорблять. Чтобы научиться любить, чтобы вот это, как Павел сказал, исполнить, любовь долготерпит, надо сначала научиться самому плоду, чтобы когда тебя оскорбить и явить человеку любовь, все в долготерпении, явить ему, что у тебя внутри, этот же плод должен вырасти. И вот взращивать тебе этого у Господь. Вот как он сказал, Господь Бог твой учит тебя, наказует, как всем известно, есть другой в притчах. Я только во второзаконии выписал, вы помните, есть в притчах Господь наказывает. И в евреям есть эти ссылки, вот и на второзаконии, на притчах, где евреев, ну там Павел, не Павел, неважно, кто евреев написал, ссылаются на эти стихи, что Господь наказывает всякого сына, бьет же всякого сына, которого любит, да, вот, есть, плох тот отец, который оставляет там сына без наказания, да, как человек учит сына своего. Я лично пришел к мысли, что вот этот плод долготерпения, когда нету внешних, казалось бы, источников скорби, хотя они есть, я говорю, вот тебе молотком по пальцу даже я вдарил, никто не виноват, кроме меня, грубо говоря, ну или Бога. Я могу, ай, и заорать там, Господи, за что промахнулся, или что-то мне на голову упало, вот, это же только Бог мог сделать. Я шел, а мне или я в лужу вляпался, в ров свалился, голову расшибил, да, кого вроде бы винить, только Бога. И вот я взрабчу или нет? А вот я, я, мне это открылось так, может быть, я не прав, я, честно, сослаться прямо на Новый Завет невозможно, особенно, говорю, что касается болячек. Хотя там есть, где люди лежали по 38 лет, я помню, поражался, говорю, Господи, неужели мне столько лежать-то? Этот слепой, сколько лет, там, 30-40 лет, мой Господь говорит, это для славы, ничего себе. Ну ладно, Лазарь умер, и Бог его воскресил через 4 дня. Но этот-то всю жизнь свою положил, для чего? Чтобы Христос его потом, придя на землю, исцелил? А он всю жизнь, его спрашивают родители, или он согрешил, да, потому что страшные вещи быть от рождения слепым. Ну кто-то виноват же в этом. Они говорят, да, ну не Бог, ну кто, родители ли он? А он говорит, не родители ли он, это для славы Божьей. Причем, навряд ли, Господь, когда его слепцом делал, в сердце ему вложил, что это для славы, что человек хотя бы знал это. Он жил, вот и жил, пока не пришла эта слава Божья, его не исцелила. А человек в неведении, маялся, всю жизнь за вопросами, Господи, за что? Ведь мы все знаем, что это так и было. Я, конечно, по тексту говорю, не могу точно сослаться, вы прекрасно понимаете, что я развиваю, пытаюсь понять эти новозаветные события, потому что они явно нам не открыты, действительно. Но я вот так складываю, и честно делюсь опытом, может быть, кому-то это поможет. Потому что я прошел тоже, и прохожу еще некоторые страшные периоды в своей жизни. Ну, сейчас не так страшно, а пережил я некоторые вещи серьезные. И что еще предстоит? Большой вопрос. Но последний год живу я в абсолютном мире, я свидетельствую. Потому что кое-что произошло у меня, события, я полностью смирился, как я так говорю, не боюсь этих свидетельств. А полностью, не полностью, нет, испытания идут дальше. Но год я живу в мире, хотя страдаю. Это понять невозможно. Другим никогда не желаю страданий, готов сам ему купить и все лекарства, и все. Но сам живу так, как живу. И вот я пришел к тому, что это именно плод долготерпения. Неважно какая-то. И причем я уже не делю, эта болячка одна из вариантов. Но терплю я теперь все. Все, любую скорбь. Как это вложить, это слово, я не знаю, чем отличается от страдания. Они придумали слов много, страдания, в принципе, тоже слово обобщающее. Есть ли среди них разница, ну, кто-нибудь в словаре напишет. Ну, по сути, я говорю, ну, тогда скорби, страдания, давайте все вместе скажем. Я понял, что это для плода долготерпение. Но опять, я говорю, всегда надо помнить, тут же к этому, что плоды духа, надо помнить, что Павел говорит, если все в жизни, я что-то делаю не для любви ближнего, это не имеет никакого. Поэтому я не просто буддист, который все терпит. Все, тут все кругом крутится, вертится, а я такой вот непоколебимый. Небо на землю падает, а у меня мускул не шевелится. Да нет, мы не буддисты, христиане. Не в этом смысл жизни стать просто какой-то головешкой, как они, вот у них идеал. Все, я просто умер для мира. Нет, смысл жизни в любви, Бог есть любовь. Бог нетерпения, неупования, нет. Но это особенно в этой жизни один из плодов, да. В оконцовке Бог есть только любовь. Поэтому я и просто тренируюсь этому долготерпению. Если я терплю все болячки, все на свете, вот тут такой буддист. И только подошел, человек пнул меня, я ему, во-первых, послал подальше всеми, оболгал, а еще и может голову ему отвернул. Мое долготерпение, никакого плода. Я первый плод, дерево сгнил еще, потому что первый плод – это любовь. Все. Я обязательно вам об этом говорю, что надо не забывать, что эти все плоды только ради одной цели, ради любви к ближнему. Потому что Бог, Иисус Христос, есть любовь, и я его образы подобен. Подобряю себя только в любви. Но помните, как Петр хорошо эту цепочечку раскрывает. В вере показываем добрые дела. Каким образом? С рассуждением, конечно, с воздержанием. Как ты что-то отдашь? Вот оно. И с терпением говорит. Вот, Павел, Петр же вставил это терпение. Как ты будешь что-то терпеть? Тут он говорит, что как бы и о дарах, что мы делаем. Но мы же не только… Иногда человеку ничего не можем дать, мы можем только стерпеть. Вот у нас он убежает уже весь в ярости. Муж там орет, жена, дети унижают. Может быть, уже старшие, а мы уже старенькие. Все, что ты можешь делать? Только терпеть. Даже это уже есть терпение, это уже доброе дело к братолюбию, в котором любовь-то открывается. Ты уже дать-то ничего не можешь. Он все равно думает, что тоже что-то давать. Вот это не делание, это тоже любовь. Не дело, не зла. Поэтому Господь говорит, не осуждайте, не злословьте, не поносите. Апостолы, Бог, Господь говорит. Вот как бы смысл-то. Поэтому всех скорби, смысл – это действительно тренировка. Бог тебя учит для долготерпения. Но надо не забывать, для долготерпения только в любви. Ибо любовь долготерпит. Но и не к Богу любовь. Вы помните, любовь в твое долготерпение не надо. Я терплю ради Бога. Да ты должен терпеть ради того, ради человека. Пусть это сейчас скорбь не от человека, а как бы Бог тебя тренирует. Накачивает твою мышцу. Все эти плоды духа – это же свойства невесты. И долготерпение – одна из мышц. Ее надо качать, чтобы потом, когда случай представится, не сдуться и сделать это. Что толку-то? Как ты поднимешь машину, заострявшись ты сам, Рахита? Вот как бы вот такая. Вот у меня лично все ясно, конечно. Я так живу. Другим я смотрю, конечно, люди, кто-то не способен. Говорю, ну, как минимум всем говорю. Конечно, какой ты рожденный свыше, какой ты ребенок божий. Если ты даже при первой же скорби, неважно какая, хоть самая страшная. Но даже ты едешь, поехал в больницу, у тебя зубик заболел. Ты даже, ну, все равно ты утром поедешь. Ты хоть вечер и ночь, вот, проведи в призывании ко Христу. Обратись к Богу хотя бы. И все, и, может, тебе никуда утром ехать не придется-то. Ребеночек заболел, что-то еще, тебя увольняют. Там неважно, какая скорбь. Ты обратись, прежде чем бежать, как это называется-то там, в профсоюз, куда-нибудь, да, или в суд, тебя там обижают. Ты к Богу обратись. Тебя ограбили, ты, конечно, иди в полицию, но ты хоть к Богу обратись. Может, он что-то управит чудом, ты не знаешь как. Ты просто обратись, Господи. Исправь эту скорбь, утешь меня. Обрати все ко благу. На сердце мне положи, что мне, во-первых, делать, вот у меня смущение, я не знаю. Самую ситуацию поправь. В любом случае, в первое действие, в скорби рожденного свыше всякого ребенка, особенно если ребенок уже возрастает, ну, маленький ребенок, он только кричать, помните, может. И мама только догадывается, что ему надо. Ну, Бог-то знает, что нам надо. Наше дело хоть закричать. А чем ты взрослее становишься, тем ты все больше и больше обращаешься к Богу. Вот. И еще по поводу болячки всех остальных и бесов еще скажу один момент. Вот этот образ, некоторые говорят, я всегда говорю, Евангелие – это рост. Мы знаем, что невеста наша внутри растет. Я не спорю, не отрицаю этих моментов, Евангелия нет, что именем Христова можно изгонять, ему бес повинуется. Но это все ребячество еще. И когда вы таких видите целителей, и это хорошо, я не спорю, но знаете, это детство. Потому что, когда ты приходишь в состояние мужа совершенного, невесты Христова, или хотя бы к ней приближаешься, когда у тебя уже живой Бог вот здесь рядышком, то вы знаете, когда вот запрещаю тебе, выходи, бесы, болячка, уходи, не болей гриппом. Вы знаете, я говорю, если там детский уровень и Божьим промыслом, я никак конкретную ситуацию не суждаю, так было и в первые времена. Именно так Господь и повелевал ученикам. Я хочу просто сказать, чтобы некоторые не смущались и узнали, когда это не происходит такое. Почему, допустим, я такое не практикую? Потому что, когда ты приходишь в состояние невесты Христовой, ты, или предневесты, уже хотя бы какого-нибудь юноши, или вот этой девицы молодой, когда ты чувствуешь живого Бога, вы знаете, что мне это напоминает? Я вам дам евангельский образ, не один. Это когда Господа с учениками, когда они шли в Иерусалим, не приняли, что сделал Иоанн с Андреем? Начали, говорят, хоть мы сейчас Богу, они помолятся тому на небе, и он не спошлет, как они, как Илия, помолятся, и Бог сожгет этот город. Ну, Господь им, правда, это, оказывается, тоже приписка, хотя мне она очень нравилась. Господь сказал, не знаете, какого вы духа. Ну, как выясняется, в греческом почему-то тоже нет этой фразы, а фраза, конечно, духовная, я бы сказал, очень правильно приписана в синодальном переводе. Не знаете, какого вы духа, ибо я, ну, правда, дальше, по-моему, есть это в греческом, ибо я пришел не губить душу, читайте, а спасать, по-моему, там это есть. Ну, там и по-другому, Господи. И вот мне это вот это напоминает, знаете, когда я знаю, что Бог уже здесь, я уже никаким именем Христа, когда Бог здесь, я обращаюсь, как вот в 49-м псалме. Призови меня, меня, не имя мое, а меня. Когда в Новом Завете, они же не понимали, кто такой Христос, но не понимали они. И он им потихоньку притягивал, что не еговой, не Богом, а именем моим уже. И они, помните, приходили ученики, Господи, об имени Твоем, ничего себе, как ты вот бесом повелеваешь, даже о имени Твоем. Да, но это все потихонечку. Помните, что когда Бог живой при тебе, вы знаете, при нем тыкать, а Бог говорит, да я ему дал эту болезнь. Он сейчас терпит, потому что я. Поэтому, вы знаете, вот это вот, Бог же всегда говорил, когда мы молимся, даже молитву, вот что он нам дал, если есть воля Твоя. В Гефсиманском саду он молится, если есть воля Твоя. По воле его, во всех посланиях вы это найдете, что если угодно, воле Божьей, помните, это всегда эта формула. Я просто слышал некоторые говорят, ой, не надо вот так, ну так мягенько на воле. Да нет, вы знаете, когда ты приходишь уже в совершенный возраст, то как раз эта воля и становится, я не знаю, что-то я не могу выразиться. То есть, поначалу, да, как раз, по-ребячески, ты немножко себе натягиваешь, это все немножко таким колдовством показано, именем Иисуса Христа выходи, он пошел. Да, поначалу это было, но все это потом проходит. Вот, ты уже при живом Боге, ты как, тебе даже как-то язык-то не особо поворачивается, Господи, я что это тут приказываю, ну ты же стоишь, ты уже, это знаете, вот царь стоит, начальник, и вот, и ты им, может он не хочет царя, а ты говоришь, царь хочет, а царь сидит и не хочет, ты так покашиваешься и смотришь, Господи, а ты хочешь или не хочешь? Когда живой Бог, ты уже так не можешь сказать, я вот изгоняю, нет, ты действительно, ты обращаешься не к больному, ты не с бесом, как унизительно при царе говорить с бесом, он что, имеет власть? Нет. Вот для такого, как я, Бог все держит пуповиной, Бог творит с неба и земли, поэтому я не обращаюсь к бесам и не запрещаю выйти, рядом Бог стоит, а я к бесу обращаюсь, как будто он имеет власть, даже именем Божьим. Нет, я к Богу говорю, Господи, если есть твоя воля, ты знаешь, мое сердце, я и прошу тебя, это молитва, делай любви, конечно же, Бог, может быть, и попускает кому-то это делать-то. Вот что касается долготерпения, кстати, вот это вот, вещей вот этих, молитвы за ближнего, сейчас мы коснулись, и еще одного момента я коснусь, и еще один, уже и так много, но я знал, что этот ролик получится здоровенным, он уже час-полтора, ну, кому интересно, тот слушает. Я даже список не составлял, сейчас как кладет Господь, я что-то забыл, наверняка говорю, этот вопрос очень тяжелый, хотя и для меня уже легкий, я решил, я вот так выбрал, и Бог меня уже взрастил в определенную степень, накачал, потому что я уже по-другому даже не могу, я не могу жить не в Боге, не уповая на Бога, даже в каждой мелочи, вот в каждой мелочи. Я к людям все меньше и меньше по всяким вопросам обращаюсь, хотя и я обращаюсь, кто-то меня там укорит, да нет, я не говорю, что я как Бог, как Христос уже все, и Он принимал, его и нормальной пищей питали, и, помните, и голову ему мыли, и ноги. Он позволял себя любить, я тоже позволяю себя любить, даже земными вещами, это нормально. Скажешь, ты что же там, вот принимаешь что-то, да, я вот к чему сейчас подвожу, почему я тоже что-то принимаю, и в этих вещах проявляется что такое, ведь для чего еще все эти скорби, в раю бы мы бы не познали такой жертвы на любви, а как мы познаем любовь чужую, и Божью, конечно же, я говорю, но это вот когда ты напрямую обращаешься, призываешь Бога, Он тебя избавляет, и ты Его прославляешь, это ты в вере утверждаешься, и в любви Божьей, а в любви человеческой, это же какое-то тоже счастье. Конечно же, мы страдая, какие-то у нас печали, скорби, как мы соединяемся узами любви, через что, через дела любви, и Бог специально даже не помогает нам напрямую, чтобы мы, естественно, обращались к людям, чтобы нас тоже любовь соединяла. Вот это вот важный момент. И тут опять вот я говорю, идет теорию вывести бесполезно, только практика. Потому что Бог специально тебе напрямую не помогает в этот раз, просто хочет, чтобы ты и с людьми соединился, так скажем, с людьми в любви укрепился. Вот, и поэтому все эти скорби материальные, физические, духовные, только для того, чтобы люди тоже оказывали помощь, чтобы одни, подавая, учились любви, другие учились познавать эту любовь благодарением. Вот нищий, да, а благодетель ему подает. Благодетель учится сейчас отрывать и отдавать, нищий принимать и благодарить. Их связывает эта любовь. Нищий благодарен, он любит благодетеля. А благодетель, если от чистого сердца подает, любит этого нищего. Сегодня он ему рубль подал, завтра 10, завтра 50, послезавтра взял его к себе на работу. А через год, как Павел говорит, он не как раб тебе, а как сын возлюбленный. И в твоем доме живет, и ты с ним и брат, и все. Еще и дочь твоя из-за него замуж вышла. Вот, Бог попускает все это, понимаете? Поэтому скорби нам во благо все. Павел, помните, как красиво сказал, то, что нам сейчас в этом мире все время кажется скорбями, страданиями, выконцовки, или здесь уже очень часто открывается, когда результат, потом процесс здесь заканчивается. Либо что-то в следующей жизни нам откроется, какие плоды мы от этого собрали. Но если мы действительно правильно собираем эти плоды, а не расточаем зря это время Божьего, от нас чудного промысла, учительства и воспитания, взращивания нас. Поэтому надо идти путем верным и правильным. Вот, поэтому вот, что касается любви. И почему я сам принимаю любовь от других, именно поэтому я в этом вижу. Я, конечно, сначала всегда даю место Богу. Бог, если напрямую управляет, хорошо. Нет, Бог попускает, я вижу, через людей действует, я и этому не противлюсь. Но опять же, помните, как Павел говорит, умею жить в скудости и изобилии. Это не значит, что он жил в деньгах-то, а наоборот, он мог не совратиться. То есть, я и человеческую любовь, Бог же его хотел сделать царем, он не позволил. То есть, видите, тут можно до бесконечности говорить, есть много тонкостей. И вы сможете жить только, когда вы будете жить в духе. Я вам так кое-что наговорил, но вы должны деятельно идти. Вообще жить надо по сердцу, по сердцу и по Христу. Потому что я вот, что вы думаете, я все сказал, даже что думаю? Нет, видите, и это, и это, и так одно сейчас будет в другое цепляться уже полтора часа. Я хочу закончить. Поэтому я, конечно, определился. Я в каждой ситуации найду себе пример в Евангелии, в посланиях, во Христе и в сердце, естественно. А точнее, все наоборот. Я так сказал, цепочку вроде бы по плоти, а по духу я смотрю всегда сначала в сердце, потом на Христа, на Его Слово, потом там послание, что-то, ищу какие-то события, из промысла, анализ. Конечно же, человек живет вот здесь, Бог у него. Здесь этот Бог Христос, этот Бог хочет и может. Я всех призываю, в принципе, конечный смысл моего ролика призвать, вот все-таки запомнить этот стих 49-49-15, что принцип нашей жизни очень простой. Для этого Господь, в общем-то, пришел на землю. И для таких слепых, которые не видят Божьего промысла в Ветхом Завете и в своей жизни до покаяния, то после покаяния или вот в Новом Завете мы видели, что Христос действительно, Иисус Христос, это Бог, имя Которому Любовь. И всей своей жизни в этом утверждаться. И напрямую от Него, и через людей. Потому что любовь, проявляемая к нам через людей, тоже нам открывает Бога. Ибо Бог в каждом человеке. И мы понимаем, если люди на это способны идти, то какой же тогда Бог? Поэтому мы и сами в этой любви творим ее, люди через нас ее познают. То есть все, круговорот вот этого вечного жизненного учения, точнее возрастания внутреннего человека, возраст совершенный, возраст невесты Христовой для брачного пира. На этом я закончу. То есть поэтому смысл такой. Никогда на себя не натягивайтесь, живите по сердцу. Бог идеальный тренер. Ни я, ни кто-то другой вам не скажет, где хватит, где пойти, где надо еще потерпеть. Только сами. Сами. С живым Богом. Бог абсолютный учитель, абсолютный мастер, абсолютный тренер. Ну, самый лучший образ, он абсолютный родитель. Совершенный, всезнающий, всемогуществий. И абсолютно любвеобильный. Все. Другого вы никого не найдете в мире. Мы все люди, мы лишь гадаем на кофейной гуще, что-то друг другу там. Да. Поэтому в идеале жить просто в Боге. В идеале. В свободе, во Христе. Давайте родителей нашего Иисуса Христа поблагодарим за все. За эту трансляцию, что я все-таки решился тоже. Вопрос важный, очень тяжелый. Вот. Долго я его не мог записать никак. Надеюсь, это вам кому-то в чем-то утвердит, кому-то что-то еще откроется побольше. Утвердит, и вы начнете более возрастать, тренироваться и станете настоящими прекрасными христовыми невестами, достойными брачным пиром, на котором все мы будем радоваться и веселиться и в образе невест, и в образе гостей, друг у дружки. Это будет тот святой Иерусалимский гарем настоящий, где все мы будем царствовать и пировать. Уже не будет ни скорби, ни печали, и Господь отрет всякую слезу. Это же образ, что все печали забудутся, все они превратятся в плоды. Господи, Иисус Христос, Господь мой, Бог наш, наш любвеобильный родитель, создатель, творец и промыслитель, спасибо тебе за все, за всю любовь твою, созерцаемую каждый день через дела упования и любви, по нашей вере, драгоценной вере, которую однажды приняли вместе со всеми христианами. Спасибо тебе за все. Веди нас, Господи, и дальше взращивай, взращивай совершенный возраст, очищай нас, украшай своих невест. Лепи из нас, как из пластилина, то, что тебе угодно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, да будь на все твоя святая и благая и неизменная воля, чтобы все мы были прекрасными и совершенными, достойными невестами твоими. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, спасибо тебе за всех братьев и сестер. Все твои благословения всегда на всех алчущих и жаждущих тебя в сердцах, искренне любящих всех вокруг. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Христос, живой Господь Бог, всегда посреди нас. Ну все. Всех нежно целую по образу Павла, крепко обнимаю. Все мои адреса, каналчиков наверху, контакты для связи внизу, полезные какие-то ссылочки я всегда добавляю на Ютубе справа. Пока-пока.